Какая зараза в сыр попасть не должна. Зараза это я про себя. Невозможно сварить два дня подряд одинаковый сыр. У меня в руках настоящее сокровище. Это любовь, наверное, с первого взгляда. Смотрите, какая красота. Круто. Мы видели, как это делали деды, и внуки умеют немало. Диаев знает, здесь пашут, но думают, но честно и смело, и делают лучшим аграрный край. Ребята, готовы? Нам не нужна студия, чтобы рассказать вам о том, что касается каждого. Наша студия весь край. Край аграрный. Это программа не отчет о гектарах и надоях. Это разговор о том, что мы едим и выращиваем. Сельское хозяйство Кубани и люди, которые его создают в программе «Край аграрный». Сегодня тема нашей программы. Давай вместе на раз, два, три. Сыр. Даже звучит вкусно. Мне вообще кажется, что нет человека, который бы не любил сыр. А если уж и есть такие люди, то они, скорее всего, не пробовали настоящий кубанский сыр. И вообще в этом продукте есть такой белок, точнее аминокислота, которая вызывает у человека чувство защищенности и счастья. Все, поехали на поиски счастья в краю аграрном. Но хватит эмоций. Перейдем к фактам. Краснодарский край входит в пятерку лидеров страны по производству сыров и сырной продукции. В этом году в регионе уже сварили более трех тысяч тонн сыра. Его делают из коровьего, овечьего и козьего молока. В Край работают различные программы государственной поддержки. Сейчас на Кубани успешно трудится 50 небольших сыроварин, а также 15 крупных и средних предприятий. Их продукт уже закрепился на прилавках магазинов не только в нашем крае, но и по всей стране. Мы с вами находимся на хуторе Красная скала Поданапы. И вот на фоне этих пасторальных пейзажей производят одни из лучших сыров Краснодарского края. Сами авторы называют их теруарными. Что такое теруарное вино, я знаю. А вот что такое теруарный сыр? Давайте разбираться. Эти сыры хочется снимать словно ювелирные изделия. На достойном фоне и в художественном свете. Может быть потому, что каждый сорт произведений искусства... Их уже оценили по достоинству в жюри многих конкурсов. У анапской сыроварни есть премия «Сделано на Кубани». Дипломы конкурсов «Сыр, вино, хлеб» и «Золотой Меркурий». А еще европейские награды. Даже удивительно, как сыр такого уровня варят при минимальном наборе техники. В совсем небольшом помещении владельцы называют его амбаром. И даже кошка по имени Фета в приамбаре имеется. Предприятие наше появилось порядка 8 лет назад. Я в Краснодарский край приехал, Лилия приехала. Я приехал из Белоруссии сюда, в гости к своему другу. Лилию пригласили сюда поработать. Мы встретились с ней на море, на Азовском, правда, море. Познакомились, она мне рассказала о том, что она очень любит сыр. Я когда-то в молодости учился в училище на сыроделах. После чего она сказала, давай вспоминай. Потом мы ездили, обучались в Италию. Я закончил заочно английскую школу сыроварения. И начали двигаться самостоятельно. Теперь Игорь и Лилия делают 35 сортов сыра. Большая часть сразу продается в отеле и ресторане. Многое можно попробовать на самых крупных ярмарках Кубани. Авторские сорта называют в честь родного края. Фоногорийский, Краснодарский, Анапский, Черноморский. И делают из молока только местных коров и коз. У вас получаются теруарные сыры из теруарного молока. Абсолютно верно. Мы сейчас стремимся использовать то, что у нас есть именно в нашем районе. Получаем наше классное кубанское молоко и, соответственно, классный кубанский сыр. Игорь, я такую красивую фразу слышала о том, что сыр – это прыжок молока в вечность. Совершенно верно. Вот этот прыжок начинается здесь. Именно здесь, да. Цистерна, в которой варится молоко. Да, совершенно верно. Это, грубо говоря, пастеризатор. Мы пастеризуем молоко в данном аппарате. Доводим его до определенной температуры. Потом охлаждаем до той температуры, которая нам нужна для определенного сыра. Добавляем бактерии, которые будут нужны для данного сыра. А вот так выглядят бактерии, которые делают каждый сорт сыра уникальным. Видите, каждый вид изолирован в собственном контейнере. И ждет своего часа. Добавляем в него защитные культуры, закваски, которые будут его защищать на протяжении всей его выдержки. За 20 секунд рассказали, а на самом деле этот процесс… Этот процесс занимает порядка 3,5 часов. Обалдеть. Ты с самого утра здесь все это произойдет. Совершенно верно. Далее мы добавили сюда сычужный фермент, который сделал сырный колесо, сырный сгусток. Вот таким. Что потрогать. Да, конечно. Далее у нас есть вот такое приспособление, называется лира, которое будет разрезать наш сгусток на вертикальные столбики. Потому что есть струны. Есть струны и бока очень острые. Этот инструмент тоже называется лира. Да, это та же лира, только она уже у нас горизонтальными идет направлением. Поняла. Доверите? Да, конечно. Пожалуйста. Инструмент. Оп. Сюда вставляйте ее, вот это к стеночке. Вот за это браться ни в коем случае нельзя. Я уже поняла, что она вся очень острая. То есть мы максимально близко к стенке поставили и тянем на себя, да? Пожалуйста, да, на себя. На себя. Теперь разворачивайте ее боку. В ту сторону? В любую, как вам удобно. Вот так. И теперь вдоль борта ведете. Можно и так, да. Для чего это сырное зерно так сложно делается? Для того, чтобы был хороший отток сыворотки. Чтобы сыворотка отошла, остался только белок, тот, который нам нужен. А почему нельзя взять и вот так вот хаотично просто поводить? Они тогда будут разного калибра. Соответственно, при вымешивании, при сушке зерна, одно зерно будет очень сухим, другое будет еще влажным. И сыр, получится текстура сыра неравномерной. Что это за цех? Что здесь происходит? Здесь у нас цех, где мы уже работаем с готовой продукцией, практически с готовой продукцией. Сыр, который уже прошел с того цеха весь путь. Сейчас мы его должны будем вытряхнуть и поставить на посолку. Переворачиваем. Отлично. Шикарная головочка получилась. Теперь она пойдет на просолку и дальше уже свой путь будет афинажировать. Для людей, не сведущих в сырном ремесле, афинажируем это что значит? Это значит, работаем с поверхностью, обрабатываем. То есть афинаж может занять от нескольких дней до нескольких месяцев. Афинажер тот, кто ухаживает за сыром, ухаживает за головкой, может быть, наносит на них бактерии, наносит какую-то структуру верхнюю. За этой дверью камера созревания сыров. И я вас хочу познакомить с уникальной головкой сыра. Смотрите. Вот этот сыр называется сицилийский. Сделан он на основе пармезановой закваски. И афинаж прошел в красном вине, конкретно сорт пино-нуар. Именно эта головка через год поедет на европейский чемпионат сыров. Ее собратья по партии уже прошли множество российских конкурсов и показали высочайшие результаты. Про европейские конкурсы мы заговорили, как в Европе сейчас принимают русские сыры. И осознали ли они, как они помогли нашим сыроделам своими санкциями. Они сначала пробуют. Им сначала интересно, вкусно ли это или нет. Попробовали, тогда они дальше начинают разговор. Классно все. И начинают заваливать вопросами. Как так-то получается такой вкусный сыр не только у них, но и у нас. Ну, мы в процессе говорим, что, ребята, спасибо вам огромное за все. Мы растем благодаря вам. Вашим санкциям. Да. Подстраиваемся под наше молоко теруарное, получается. Преобразуем их технологии, улучшаем и делаем классный сыр. Белперкнолли. Швейцарский сыр в обсыпке с лимонного перца. А также у нас есть разновидности. Как он делается? С чего он делается? Он очень простой. Очень простой. Он такой вкусный. Да, шикарный. Самый простой сыр, считаю, ставится с густок, как обычно. После определенного времени, это 8-12 часов, мы его отсаживаем специальной лопаточкой, тонкими слоями. Увешиваем на марлечку или специальную ткань. Так он висит примерно 24 часа, скапывает. Далее мы его подсаливаем, добавляем чеснока и начинаем формовать головки. То есть это вот такой творожный сыр с чесноком? Абсолютно верно, да. Сейчас мы возьмем обсыпки. Это у нас лимонный перец. А здесь прованские травы, чеснок. Паприку слышу. Паприка, абсолютно верно. Тимьян. Пожалуйста, берите. Смотрите, я просто такие комбинации. Первый раз, это авторские ваши какие-то решения. Конечно, здесь все авторское. Учите, как правильно. Катаем, опускаем и закатываем, немножечко надавливая, чтобы перец прилип к нашей головке. У нашего белоперкноли 4 медали. Две международные и две всероссийские. В процессе усушки шарики становятся меньше. Но у вас, я вижу, что мне кажется, они в объеме-то не пострадают. Да, мы делаем самый большой белоперкноли. Почему? Потому что многие наши клиенты любят не каменный, классический белоперкноли, который уже нужно раскалывать. А немножечко нежнее структура. Он колется, но он легко прожевывается. Поэтому у нас большая головка, она сохнет дольше и сохраняет вкус больше. Смотрите, какая красота. Круто. Сыровар, конечно, должен быть сильным. Ждите-ка. Я все равно ее уговорю. Я представляю, что там по звуку у нас. Почему-то... Нет, слушайте, ну я же сильно это делаю. Это не слабенькое. Это сыр-то особо упорный. Пожалуйста. Все. Спасибо за помощь. А можно вопрос дилетанта? Вот в моем детстве было любимое занятие в советских головках сыра. Такие пластиковые буковки и циферки. Помните, здесь подпросила выговаривать? Вот здесь я вижу, что у вас по другой технологии нанесены маркиры. Да, мы здесь не маркируем именно цифрами. Почему? Потому что образуется выемка, хотя на многих производствах это делают. Образуется выемка, и туда залазят бактерии, которые нам не нужны. То есть, чтобы не травмировать головку сыра, пишется пищевым маркером? Да, но это на маленьких производствах. Друзья мои, у меня в руках настоящее сокровище. Камамбер молодой, нежный, дышать на него боюсь. Что нужно, чтобы он пришел в форму окончательную? На данном этапе мы всего лишь переворачиваем, ухаживаем за ним, убираем лишнюю влагу. Вот уже наши камамберчики начали обрастать нежным пухом. Через 12-14 дней можно уже будет спокойно есть. Камамбер – это сыр с белой плесенью? Абсолютно верно, да. Это какой-то один вид плесени или каждый сыровар что-то свое использует? Видов камамбера много, но классически здесь два вида плесени – пенициллым кантином и геотричим кантином. То есть пеницерин? Да, абсолютно верно, да. И геотричи. Они друг другу помогают. Белая оболочка – это пеницерин. В общем, с медом и с орехом, даже если физическое здоровье он мне не поправит, то морально это точно. Эти сыры можно назвать по-разному. Ремесленные, авторские, крафтовые. Но неизменным остается высокое качество. А вот как сохранить этот вкус и качество, когда сыры производятся на большом предприятии? Этим вопросом сейчас озадачился мой коллега Денис Сопов. Денис, тебе слово. Я в Каневском районе, в станице Стародеревянковской. А это завод, на котором производят огромное количество сыров. От привычных до элитных. Сегодня я предлагаю сконцентрироваться на производстве сыра с голубой плесенью. Он рождается в этом здании. Пойдемте узнаем все секреты производства. На предприятии все сотрудники с утра проходят вот через душевую. Мы не исключение, потому что сейчас идем в цех, где производится сыр. То есть вот меня облачили сейчас в такую одежду. Какая зараза в сыр попасть не должна. Зараза это я про себя. Все, готов к работе. Пойдем. Производственный цех. Святая святых. Производство элитного сыра с голубой плесенью. Так, мы вот в такой форме находимся. Почему? Потому что здесь другой мир. Здесь живут другие микроорганизмы, которые не любят что-то постороннее. Тут работают люди, которые только здесь работают. Больше нигде не работают. Здесь есть свой мастер, свой сыродел. Тут есть своя микрофлора, и она должна постоянно поддерживаться. Сам процесс технологический у нас происходит непосредственно в сыроизготовителе. Сначала это смесь молочная, то есть молоко мы добавляем сюда. Добавляем микроорганизмы, плесень мы добавляем, добавляем сычужный фермент. И само молоко у нас становится плотным сгустком. В данный момент идет процесс резки и постановки зерна. Теперь у нас из плотного сгустка мы режем на маленькие кубики. И дальше идет процесс уже производства самого сыра. Каждые пять минут я проверяю зерно на обсушку его. Как это происходит? Очень интересно. Что вы видите сейчас? Я ничего не вижу просто. Сейчас я вижу, что зерно еще недостаточно обсушено. Ну тут как бы еще жидкое внутри. Он еще не схватился даже, да, потому что я только поставил на обсушку. И это можно будет только минут через 10 смотреть. На глаз все знаете? Ну на глаз, конечно. То есть здесь все-таки, несмотря на то, что все автоматизировано достаточно, человек, специалист нужен? Конечно, его вмешательство тут обязательно. Молоко может повести себя всегда по-разному. Все зависит от кислотности молока. Ну и поэтому мы смотрим по таймеру и как бы ориентируемся тоже, проверяем руками все это. Одинаково ничего не бывает. Это начало. Нет, это еще мы порезали, его поставили. Сейчас мы его будем сушить. Здесь удаляется сыворотка, лишняя вот эта влага и уже такой обсушенный продукт отправляется на дальнейшее производство. После обсушки мы сыр отправляем на формовку. Сыр мы формуем, дальше мы его складываем в штабель и отправляем на кантователь. На кантователь мы переворачиваем сверху на голову. Кантование происходит 5-6 раз за весь процесс самопрессования сыра. Переворачивание – это для того, чтобы лишняя сыворотка отходила. Она сверху скапливается, снизу скапливается. 5 раз за весь процесс мы должны перевернуть сыр. 5-6 раз. Самопрессование это называется. В этом процессе самопрессования в течение 34 часов формируется цельная голова, которая дальше отправляется на посолку. Сейчас, когда начался этот процесс, здесь прям стало достаточно жарко, потому что весь вот этот продукт, он еще такой горяченький, свеженький, с жаром. Солильное отделение. Пойдемте. Проходите. Сыр, который мы разлили по формам, он у нас в бродилке отстоялся определенное количество времени. После чего мы его выбиваем, и сыр отправляется на посолку. Соответственно, солится он в рассоле определенное количество времени с определенной температурой рассола. Получается такое купание сыра. Сколько он должен находиться в этом рассоле? Скажем так, не меньше 20 часов. 20 часов? Да. Здесь уже мы не нужны. То есть природа сама все сделает? Ну, и машины. После посолки сыр у нас обсыхает сутки. После этого мы его прокалываем. С двух сторон и волками. Это необходимо для того, чтобы доступ воздуха был. Голубая плесень, она любит воздух. Она любит соль и воздух. Именно для этого мы его прокалываем. Мы помогаем ей развиваться. Мы создаем для нее благоприятные условия. То есть каждая головка должна почувствовать именно человеческое прикосновение? Конечно. Без этого никак. Так, ну и вот она практически уже готовая продукция. Практически готовая продукция. Это камера созревания сыра. Здесь вы чувствуете холодно уже. Сколько здесь градусов? Здесь 6 плюс-минус 2 градуса. Мы сыр переворачиваем через день. Каждый день, каждую головку необходимо перевернуть. Это, опять же, технология. Получается, плесень, ее надо переворачивать, чтобы она дышала. Здесь уже чувствуется тот самый запах готового сыра с плесенью. Он мне хорошо знаком. Поэтому ощущение, что здесь сыр уже готов. Интересно, можно его попробовать? Вот, можете попробовать. То есть прям здесь? Собственно говоря, да, попробовать. Сыр, который еще не совсем готов? Который не совсем готов, да, попробовать продегустировать, да. Слушайте, да, мне вообще кажется, что он готов. Ну, он не готов. Но это немножечко другое, то есть здесь какой-то такой... Творожистый такой. Вот, да, молочное что-то чувствуется. А потом уже оно уйдет. В процессе времени, да, текстура поменяется. Но это тоже вкусно. Ну, потому что он еще и натуральный у нас. Наш сыр кушать надо. Ну, и вкус, тем не менее, несмотря на то, что, в общем-то, по одной технологии сделан, немножечко, наверное, меняется в каждой головке, да? Невозможно сварить два дня подряд одинаковый сыр. На это влияет тысячу причин. На это влияет молоко. На это влияет настроение сыродела. Сегодня он пришел радостный. У него все хорошо, у него жизнь удалась. Соответственно, ему хочется работать. Завтра он пришел, что-то там дома случилось, какие-то там причины. Но он немножко грустноватый. Это все влияет. Он должен вкладывать свою любовь. Вот наши сыроделы, они вкладывают свою любовь в наш сыр. От этого они такие у нас вкусные. Тут сыр у нас находится до 45 дней до образования необходимого мицелия плесени. Где-то спустя 30 дней после созревания мы проверяем рост плесени. На глаз? На глаз я определяю рост плесени, готов он или не готов на вкусовку. Дальше у нас идет дегустация. И уже дальше на вкус мы проверяем, все ли тут сошлось. Я сегодня, с вашего позволения, поучаствую в дегустации. Будем пробовать royal cheese. Сыр миру соленый, сливочный, чистый, без посторонних запахов и вкусов. Его можно выдавать в реализацию. Бывает, тем не менее, что на дегустации вы понимаете, что рано. Да, бывает, бывает, та горечь, которая образовывается на первой стадии, она не уходит на 45-е сутки. Она может уйти где-то 60 суток. Мне просто понравилось. Я не знаю, какие там показатели органолептические. Просто вкусно. Сыр, который уже, в принципе, мы продегустировали. То есть мы уже решили, что его можно выдавать. Непосредственно приходит сюда цех посылки. Расскажите немножко о вашем ассортименте. Сколько видов? Ну, уже 20. 20 видов только с плесенью? Только с плесенью. С белой? С белой, голубой. Но преобладает, конечно, белая. Проще сделать новый вид, потому что тут на 9-й день уже, понятно, удалось или не удалось, то тут только после 45 дней мы поймем, удачно ли было там полтора месяца назад наши все действия. Даже 7 лет назад. Ну, касалось кусок костромского сыра с бутербродом, утром к чаю, и это все достаточно. А потом вот пришло, вот любовь пришла. Это вот, знаете, как есть вот ваш ребенок. Он же у вас самый лучший. Так же и наш сыр. Он у нас самый лучший. Это любовь, наверное, с первого взгляда. Мы подготовили для вас несколько любопытных фактов о сыре. К примеру, вы знали, что сыр – древнейший пищевой продукт. Считается, что люди стали готовить его за 8 тысяч лет до нашей эры. В те времена еще даже письменность не возникла. А в России само понятие сыр произошло от слова «сырой». Все потому, что до времен Петра Первого этот продукт готовили без тепловой обработки. То есть его ели сырым. А почему головки сыра круглые? Все дело в их весе. Тяжелый продукт было сложно носить на руках, поэтому его решили делать круглым. Чтобы самые большие головки можно было катать. Вот такая изящная инновация для облегчения труда. Во всем мире сейчас существует больше двух тысяч видов сыра. Сложно даже представить такое разнообразие. Есть и поистине уникальные сыры. В состав одного из таких входит настоящее золото. Такой сыр называется белое золото Стилсона. А еще доказано, что сыр помогает быстро уснуть. К такому выводу пришли ученые из Британии. В 2005 году они провели серьезное исследование на эту тему. И теперь уверяют, что вечернее употребление сыра вызывает яркие сновидения. И напоследок придется развеять один из самых популярных мифов о сыре. Считается, что этот продукт очень любят мыши. Вот даже игрушку такую популярную сделали. Но на самом деле яркий запах сыра не по душе этим грызунам. Они гораздо больше любят зерно и фрукты. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова